Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Благоустроит подъезд к гимназии и установит камеры видеонаблюдения на детской площадке. Глава Самары проконтролировала, как решают проблемы жителей Кировского района. Отличников и спортсменов поддержат материально. 50 юных самарцев получат стипендии от города. Уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гольцова проверила, в каких условиях содержат самарских осужденных. Как живут и работают люди, переступившие закон. Дорога в школу и безопасная детская площадка. Глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание по благоустройству во время объезда Кировского района. Какие изменения ждут местных жителей, расскажет Ольга Хомракулова. В Самаре благоустроят территорию, прилегающую к 133-й гимназии. Внутри квартальный проезд, по которому сейчас трудно разъехаться, расширят и обустроят. План проекта обсуждают с местными жителями. Елена Лапушкина осмотрела участок во время объезда Кировского района. За счет тротуара сделать уширение, парковочные места. Наше предложение, учитывая, что вот эта территория, она не используется жителями. Мы уже опрос сделали. Старая разрушенная вот эта вот кирпичная кладка. То есть сделать нормальную благоустроенную территорию с диагональными тротуарами. И сделать не стоянку, а именно парковку. А это уже детская инклюзивная площадка по улице Старозагора 140. Резиновое антитравматическое покрытие и специальные детские качели городу подарил певец Дима Билан. Городские власти помогут сделать территорию безопаснее и в буквальном смысле светлее. Мечается вот так, опускается, становится пандусом. И по пандусу заезжаешь, но опять же, нужно качельку держать. Поэтому здесь столько таких вот моментов, которые, ну правда, нужно прослеживать. Не остались без внимания и внутридворовые территории Кировского района. По некоторым адресам жители жаловались через социальные сети и центры управления регионом. А на часть недочетов указала сама глава города в своих прошлых объездах. Сейчас все замечания устранены. Мэри Елчан, Ольга Хомракулова, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Изменения в генплан города и развитие микрорайонов на окраинах. С такими вопросами обратились главе города Елене Лапушкиной, жители Самары во время личного приема. Как эти вопросы будут решаться, расскажет Андрей Горгуленко. Возвести новые домики и постройки для садоводства или узаконить старые. Сейчас для дачников нескольких товарищей недалеко от Ракитовского шоссе это вызывает сложности. Некоторые дачные участки по генеральному плану города находятся в рекреационных зонах, которые запрещают любое строительство. Председатели садовых товариществ обратились к главе города, чтобы внести соответствующие изменения в генплан. Руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов отметил, эта работа уже ведется, изменения внесут в этом году. Для этого председатели должны предоставить точные границы своих дачных участков. В этом году мы завершаем работу над новым генеральным планом города Самара. Все эти территории у нас войдут в зону садоводства. К концу этого года мы планируем генплан утвердить, летом планируем проведение публичных слушаний. К главе города обратилась и жительница микрорайона Орловский Светлана Лаврентьева. Это новый микрорайон в Красноглинском районе. Здесь земельные участки в черте города для дальнейшего строительства получают многодетные семьи. К микрорайону уже начали проводить коммуникации – электричество, канализацию, водовод, отопление и газ. Женщина попросила построить дорогу к микрорайону, развить социальную инфраструктуру, а также вывести лишний грунт, который остался после проведения коммуникаций. В качестве временной меры дорогу отсыпят асфальтной крошкой. Срезают с дороги асфальт, дробят и к вам отправляются. Пока идут ремонтные работы, мы будем вам отсыпать крошкой вашей улицы. Но опять определитесь по самым необходимым, по первоочередным. Также Светлана Лаврентьева выразила просьбу назвать улицы в будущем микрорайоне в честь тех, кто помогал многодетным семьям создать комфортные условия для проживания. Глава Самары предложила сначала узнать мнение людей, чьими именами хотят назвать улицы, как они сами к этому отнесутся, а также подумать об альтернативных вариантах, например, улицы детства и материнства. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Николай Пифанов, Григорий Плешаков. События. Высшие награды для самых сильных, креативных и талантливых педагогов города. В Самаре объявили победителей конкурса профессионального мастерства «Лидер образования-2021». Принять участие в эстафете на звание «Учитель года» изъявили желание 150 учителей столицы региона. 32 из них удостоились самой высокой оценки от главы города Елены Лапушкиной и Департамента образования Самары. О том, какие педагоги вырвались в лидеры, расскажет Ольга Павлова. Абсолютным победителем окружного этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года» Самарской области 2021 года стала Орлова Анастасия Владимировна. Теперь она не просто учитель. Анастасия Орлова бережно держит заветный диплом в руках и поначалу едва верит в то, что с сегодняшнего дня она «Учитель года». Особенно переживали за педагога по химии, Самарского медико-технического лицея, воспитанники учебного заведения. И всячески помогали своему учителю вырваться в лидеры. Поддерживали, участвовали в конкурсах и даже старались лучше заниматься. Не без гордости, говорит Анастасия. Мы своих детей призываем на участие в различных конкурсах, олимпиадах, демонстрировать свой талант. А здесь сам учитель тоже выходит на сцену и показывает, что он может. Принять участие в эстафете на звании «Учитель года» изъявили желание 150 педагогов столицы региона. 32 из них удостоились самых высоких наград от главы города Елены Лапушкиной и Департамента образования Самары. Важно то, что вы отдаете часть своей души, часть своего таланта, своей энергии, безусловно, своего времени вашим воспитанникам. Вот для меня еще очень важно, что вы сами продолжаете учиться. Учиться новой технологии, подхватывать идеи у своих коллег и воплощать это в жизнь. Это действительно, действительно очень важно. Среди победителей конкурса воспитатель детского сада 188 Анна Вечер, учитель изобразительного искусства школы 73 Валерия Фирсова, преподаватель начальных классов 94-й школы Екатерина Чернова. Награду в отдельной номинации «Наставник и наставляемый» вручили директору 3-й гимназии Самары Светлане Ильиной. В конкурсе она приняла участие вместе со своим коллегой, учителем физики Рафаэлем Файрушиным. Для меня это совершенно была новая роль, для меня это совершенно был новый конкурс. И эмоции самые положительные, самые замечательные. Вы знаете, такое чувство удовлетворения, когда ты понимаешь, что ты приносишь пользу не только детям, но еще и тем учителям, которые тоже становятся на педагогический путь. Награды педагогам вручали в торжественной обстановке со сцены актового зала МТЛ. В связи с эпидситуацией сделать финал конкурса более масштабным и пригласить всех желающих не удалось, но онлайн-трансляцию смогли увидеть все. Для руководителей образовательных учреждений, абсолютно всех, мы осуществляем трансляцию мероприятия посредством сети интернет, чтобы все могли увидеть и порадоваться за своих коллег. Лауреатам, номинантам и победителям конкурса еще предстоит показать свое мастерство на областных и федеральных конкурсах. Лучших вновь будет выбирать взыскательное жюри, в состав которого по традиции войдут сотрудники образования и самые важные судьи – дети. Ольга Павло, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Талантливую молодежь поддержат. 50 юных самарцев получат стипендии от города. Это победители международных, всероссийских и региональных соревнований, лауреаты творческих конкурсов различного уровня. Решение приняли на рабочем заседании комиссии под председательством главы города Елены Лапушкиной. В течение года юные таланты будут получать денежное поощрение по 5000 рублей ежемесячно. Такая мера действует в Самаре с 2012 года. За это время детям выплатили в общей сложности почти 70 миллионов рублей. Как отмечают городские власти, прежде всего это поддержка начинающих дарований и помощь в создании условий для развития их творческого и спортивного потенциала. Убеждена, что и в свое время, и эти наши молодые даровани станут педагогами, которые в свою очередь будут воспитывать такие же талантливые наши с вами спорты, наши с вами искусства будут всегда оставаться на том достойном уровне, на котором она находится сейчас. Это та малая торика, которую мы можем сделать. За классное руководство в колледжах теперь будут платить фиксированную сумму 5000 рублей. Президент Владимир Путин в послании федеральному собранию фактически уравнял классных руководителей всех учебных заведений. До этого вознаграждение за топ-нагрузку получали только преподаватели школ и вузов. Как новые деньги повлияют на работу преподавателей в колледжах, выяснил Сергей Кизоркин. Студент энергетического колледжа Григорий Ерыгин, кроме того, что осваивает профессию электрика, еще и посещает творческие кружки и спортивные секции. В учебном заведении их насчитывается не меньше десятка. Вот и сейчас он участник круглого стола на тему «Жизнь и нравы многонациональной Самары». Чтобы создать свой стенд «Русская культура», пришлось не один день копаться в архивах, перелистывать учебники истории и краеведения. Дополнительная нагрузка, уверен студент, только помогает в основной учебе. Совмещая, становится интереснее находиться в колледже, интересно общаться с ребятами. Продуктивность увеличивается посредством того, что ты находишь время и на то, и на другое. Не дают скучать студентам во внеурочное время классные руководители. Светлана Мальцева уверена, молодежь должна не только овладеть профессией, но и войти во взрослую жизнь всесторонне развитыми специалистами. За свой творческий энтузиазм классные руководители в колледжах раньше получали различные вознаграждения. Теперь им к зарплате прибавят по 5000 рублей. Такое решение озвучил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Эту новость классные руководители самарских колледжей приняли на ура. Это очень хорошая прибавка к зарплате. Если, допустим, у меня как классный руководитель две группы, я надеюсь, что я буду получать, посчитайте, 10 тысяч. И мы высказываем желание быть классным руководителем, тогда и мера своей ответственности будет пониматься совершенно по-другому. И мы будем сами относиться к своей работе по-другому. Внеклассная работа в энергетическом колледже ведется по девяти направлениям. С годами увлечения молодежи меняются, однако есть и традиционные. Например, шесть лет уже проходит бал энергетиков. Как только начинают дети этим заниматься, изучать, увлекаются. И это становится настолько интересным, может быть, даже превращается в хобби. И то, что пригодится им в дальнейшем, наверное, на всю жизнь для того, чтобы передать своим будущим детям, внукам. Чем заниматься молодежи в колледже решает не только руководство, но и студенческий совет. Работают волонтерские движения, собственные СМИ, военно-патриотический клуб и многое другое. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Эфир продолжит блок экономических новостей. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эту пятницу, 23 апреля, Центробанк примет решение по ключевой ставке. Какие прогнозы дают эксперты? О прогнозах расскажу позже. Ну а сейчас узнаем, что такое золотые визы для иностранных инвесторов. Минэкономразвитие России планирует внести в правительство законопроект о золотых визах для иностранных инвесторов. Программа может заработать осенью и позволит иностранцам в упрощенном порядке получить вид на жительство в России за инвестиции в экономику. Для этого им нужно выполнить хотя бы одно из нескольких условий. Необходимо владеть российской компанией, вложив ее капитал не менее 15 миллионов рублей. Допускается владение и иностранной организации, но тогда нужно сделать инвестицию в 50 миллионов. Компания при этом должна работать как минимум три года. Еще одно условие – открытие ИП-вложений. В него 10 миллионов и устройство на работу 10 россиян. Также иностранец может владеть три года гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 миллионов рублей. В предстоящую пятницу, 23 апреля, Центробанк вынесет решение о ключевой ставке. Будут ли ее поднимать, либо оставят на прежнем уровне. Сейчас ключевая ставка составляет 4,5%. Банк России ее повысил 19 марта после долгой паузы. Какого решения ждут аналитики в этот раз, расскажем в сюжете. У Центробанка есть все основания повысить в эту пятницу ключевую ставку. Это процентный показатель, который используется в банковских операциях. И именно от него зависит курс национальной валюты, процент по кредитам, ипотеке, вкладам. Ставка влияет на налогообложение и котировки облигаций. Поэтому решение так или иначе затронет каждого россиянина. В период нестабильности низкая ставка позволяла запустить определенные механизмы в экономике. На текущий момент ситуация все больше стабилизируется. И мы видим, что ЦБ будет постепенно возвращаться к политике более дорогого рубля. Вряд ли это будет очень быстрое какое-то движение. Центробанк будет наблюдать за ситуацией. Большинство экспертов финансового рынка считают, что Банк России в очередной раз поднимет ключевую ставку, поскольку он уже в марте приступил к активным действиям. После долгой паузы ставка пошла на повышение. И сейчас составляет 4,5%. Центробанк у нас опирается на рост потребительских цен. И, как нам говорит Росстат, все-таки инфляция сейчас чуть выше, чем в марте. И может быть по итогам года украли 6%. Текущая ставка 4,5% ниже этого порога. Поэтому у Центробанка есть основание, опять же, еще немного поднять ключевую ставку, хотя бы на 0,25% на ближайшем заседании 23 апреля. Судя по опросу Bloomberg, мнения экспертов все же расходятся в одном вопросе. Некоторые аналитики считают, что ЦБ вновь поднимет ставку на 0,25% пункта, а другие полагают, что шаг будет сразу в 0,5%. Официальный курс доллара на 23 апреля 76,42 рубля, евро 92 рубля и 4 копейки, а нефть марки Brent 65 долларов и 18 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В этом году в Самарской области проголосовать можно будет дистанционно. Система электронного голосования сейчас проходит тестирование. Оно поможет выявить и устранить недоработки. И понять, какому проценту населения такой способ выразить свое мнение удобен. С 21 апреля любой желающий может принять участие в тестировании. Только за первые сутки заявку на электронное голосование подали более 2000 человек. Условных кандидатов можно будет выбрать с 12 по 14 мая, зайдя через госуслуги на специальный портал с использованием технологии блокчейн. Система обеспечивает прозрачность процесса голосования. Итоги тестирования подведутся с 19 по 21 мая. По результатам активности избирателей ЦИК России определит готовность Самарского региона к дистанционным выборам. Я думаю, что где-то полтора-два процента наших избирателей поучаствуют в этом тестировании. Посмотрим, какие будут цифры. Я думаю, что востребованность этой системы достаточно велика. Во-первых, бесконтактно. То есть, что очень актуально в той ситуации, в которой мы с вами все живем. За сутки в Самарской области зарегистрировали 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе превысило 60 тысяч человек. Такие данные в этот четверг опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 214 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 57 165 пациентов. Сделать прививку от коронавируса теперь можно на дому. Мобильные бригады выезжают к ветеранам, маломобильным жителям и пенсионерам преклонных лет. Как записаться на прививку и как к ней подготовиться в нашем сюжете. Приготовьте, пожалуйста, плечо. Может быть повышение температуры, ломота в суставах, головная боль, общая слабость, недомогание. Прививку от коронавируса теперь можно сделать, не выходя из дома. В первую очередь бригада медиков выезжает к маломобильным жителям, ветеранам и пенсионерам преклонных лет. Человек имеет право, житель, записаться на вакцинацию либо по телефону, либо при личном посещении поликлиники, или через портал госуслуг. Все варианты возможны, все доступно. Выбирать для себя удобное день и время. Вакцина всегда есть в достаточном количестве. Сначала пациента осматривает на дому лечащий доктор. С ним проводится беседа. В случае, если нет противопоказаний, на дом выезжает мобильная бригада. Именно такой способ вакцинации выбрал Сергей для своей мамы Надежды Иосифовны. Состояние здоровья не позволяет ей выходить из дома. Да и лишнее волнение ни к чему, уверен Сергей. Ну, поскольку сейчас пандемия и очередное повышение ожидается в наступлении более теплой весны, и поэтому надо, наверное, в общем-то, особенно пожилым людям, нужно вакцинироваться. Услуга выезда на дом бесплатна, как и вакцинация. Сделать прививку может любой желающий, причем когда угодно. Недавно в городе начал работать круглосуточный прививочный пункт на Мичурино-125. Также перед крупными торговыми центрами работают передвижные комплексы, где тоже можно привиться. Эта работа в области ведется для повышения доступности вакцинации. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин в своем послании. Медики рекомендуют соблюдать масочные режимы и социальную дистанцию даже после прививки. Так риск подхватить вирус значительно ниже. Виктория Шарая, события. Коммунальную технику переоборудовали для работы в летний период. До конца октября город будут убирать 754 машины. В этот четверг городские власти оценили и подтвердили готовность парка в ходе общегородского смотра на площади Куйбышева, где представили 93 единицы современной техники. Машины находятся в использовании у профильных муниципальных предприятий, управляющих и подрядных организаций. Более половины этих машин работали и зимой. Всесезонность – одно из главных преимуществ современной коммунальной техники. Чтобы содержать дороги и общественные пространства Самары в чистоте, парк спецмашин будут постепенно обновлять и далее. Об этом рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. Сегодня национальный проект безопасно-качевной дороги. Вот там один из новых появился подразделок. Паспорт – это обновление всего подверженного состава. У нас объем заявленной техники на миллиард двести. Как живут осужденные, проверила уполномоченная по правам человека в Самарской области Ольга Гольцова. Она побывала в исправительной колонии номер шесть. Там отбывают наказание свыше 700 осужденных. В каких условиях они содержатся, как работают и отдыхают, узнала мэри Елчан. В шестой исправительной колонии осужденные живут, полагаясь на свои ресурсы. Здесь есть все, кроме свободы. Приговоренные к наказанию сами пекут хлеб, готовят еду, шьют одежду. На территории исправительного учреждения есть храм и дворец культуры. Осужденные также могут заняться швейным делом, работать в цехе по засолке и консервации овощей. А могут освоить строительную профессию и делать керамзитобетонные блоки. На сегодня в колонии находятся более 700 лиц, осужденных повторно. Сидят за различные преступления, от грабежа до убийств. В шестой исправительной колонии на производствах трудятся более половины осужденных. Вопрос трудоустройства один из ключевых. Это позволяет заключенным не только зарабатывать деньги на свои нужды, но и выполнять исковые обязательства. Кроме того, в колонии осужденные получают профессии, востребованные на рынке труда. Так в училище они осваивают специальности сварщика, электрика, автослесаря. У нас есть профессионально-техническое училище. Мы каждый год готовим специалистов. Практически у нас ни один осужденный не освобождается без специальности. Причем не просто на словах специальности, а диплом всероссийского образца, умениями. Между прочим, у нас очень большой спрос на наших выпускников ПТУ. Оценить условия содержания заключенных в колонии приехал уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гольцова. В столовой и пекарне омбудсмен продегустировала свежеиспеченный хлеб и стандартный обед для отбывающих наказания. Сегодня в меню – гороховый суп, каша и помидоры собственного соления. После осмотра всех помещений Ольга Гольцова совместно с сотрудниками прокуратуры и руководством ФСИН провела прием осужденных по личным вопросам. Обращаются с вопросами помочь по условно-досрочному освобождению. Это главные вопросы, с чем обращаются наши осужденные. Всем хочется поскорее домой, поскорее встретиться со своими родными. И большинство людей, с которыми мы встречались сегодня, они не прервали связь со своими семьями, их ждут дома, у них есть дети. Уже в этом году на территории шестой колонии появится еще один цех для производства бытовой химии. Сюда трудоустроят 100 осужденных. В месяц планируют изготавливать 800 тонн моющих средств для торговли в Самарской области. Мэрил Чан, Василий Колдашов, События. Стартовал театральный фестиваль для людей с ограниченными возможностями созвездия. Он продлится два дня. На сцену Дома культуры «Заря» выйдут 15 творческих коллективов не только из Самары, но и из области. На открытии фестиваля побывал наш корреспондент Михаил Ермоленко. Творческий коллектив Ирина Михайлюк сложно назвать артистами-любителями. Несмотря на то, что участники ее театра мод «Золотая пчелка» дети с ограниченными возможностями, на сцене они раскрываются словно умелые актеры. Ирина вместе со своими подопечными, учениками школы интерната номер 115, обладатели многих наград, в том числе и международного уровня. На открытии фестиваля «Созвездия» артисты «Золотой пчелки» приготовили для зрителей показ мод в восточном стиле. Юные актеры в творческом конкурсе участвуют уже в четвертый раз. Дети через творчество, они сами шьют костюмы. Я учитель швейного дела. Мы сами моделируем там костюмы и создаем коллекцию. Потом эти костюмы они предоставляют на сцене. Это им очень нравится, это способствует их социализации. И я надеюсь, дальнейший выбор профессии будет именно швейное дело для этих будущих модельеров-закройщиков. В фестивале особых театров, как ласково называют его организаторы, продлится два дня. В нем примут участие 15 коллективов, которые созданы и действуют на базе общественных организаций, коррекционных школ, реабилитационных центров, а также библиотек. В 2015 году мы поняли, что где-то разрозненно работают любительские коллективы. Что они есть. Их мало, но они есть. И мы решили их собрать. Мы решили сделать наш фестиваль площадкой для культурного обмена. Площадкой, где они могли делиться опытом, знаниями. И у нас получилось. И вот уже 7 лет на сцену выходят наши театральные коллективы. Каждый участник парафестиваля на сцену выходит с театрализованной постановкой. Это юмористические миниатюры, танцевальные и вокальные номера. Качество подготовки, актерскую игру и вокал оценивают профессиональные жюри. Актеры самарских театров, работники общественных организаций, а также представители областного училища культуры и Академии культуры. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Определился соперник крыльев Совета в финале Кубка России по футболу. Напомню, волжане обыграли в Грозном местный Ахмат по серии пенальти. Вместе с самарцами в финал вышел московский локомотив. Железнодорожники обыграли ЦСКА. Финальная игра пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде. Такого высокого результата самарские крылья Советов не добивались последние 17 лет. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok